Здарова ребят, с вами PlayArtPlay и сегодня поговорим о новостях в мире облачного гейминга. В GeForce Now появился тариф с видеокартами RTX 3080, Intel купила облачный сервис Vortex, а в Google Study In появилась новая опция для мультиплеера. Об этом и многом другом сегодня в видео. Так что поехали! И начнем с новых видеокарт в облачном сервисе GeForce Now. Nvidia объявила в своем блоге, что пользователи тарифных планов Founders и Priority, которые доступны в Европе и Америке, смогут оформить специальный тарифный план за 100 долларов и на полгода они получат доступ к серверам с новыми топовыми видеокартами RTX 3080. Благодаря такой конфигурации пользователи смогут запускать игры в разрешении до 4К с частотой кадров до 120 FPS. В сервисе заявлена поддержка HDR на Shield TV. Тарифный план обеспечит наименьшую задержку ввода благодаря технологии Adaptive Sync. К примеру, в игре Destiny поддержка составит менее 60 мс, при том, что на Xbox Series X задержка составляет 93 мс, а на Xbox Cloud Gaming более 175 мс. Кроме этого, в некоторых онлайн-шутерах, таких как Apex и CSGO, задержка будет менее 50 мс. Но вот для игры в 4К нужен интернет лучше, чем в обычном 1080p разрешении. Для 2К разрешения потребуется скорость не менее 35 мб в секунду, а для 4К разрешения и HDR нужно будет не менее 40 мб в секунду. Кроме этого, в ближайшее время должна будет появиться, если уже не появилась, игра от Amazon с элементами MMORPG New World. Тариф стартует в США с ноября 2021 года, а в Европе с декабря 2021 года. Информации о появлении нового тарифа в GFN.ru пока нет. Пока масс-медиа и пользователи дружно хоронят Google Stadia, там продолжают работать над новыми функциями в сервисе. На днях выкатили еще одну функцию, которую обещали выпустить еще на этапе запуска облачного сервиса. Фича называется Join Without Invite, то есть подключение без приглашения. Эта опция позволяет подключиться к сетевой игре пользователя, который есть у вас в списке друзей без необходимости получения специального приглашения, как, например, в Steam. Это работает так. Например, вы открываете Google Stadia на телефоне или в веб-браузере и видите, что ваш друг играет в Far Cry 6. И вместо того, чтобы попросить выслать его инвайт, как на Xbox и PlayStation, вы просто вызываете контекстное меню и жмете «Присоединиться». Опция не включена по умолчанию для всех пользователей. Чтобы включить ее, необходимо перейти в настройки приватности и поставить галочку напротив пункта «Join your current game», после чего выбрать, кто именно может подключаться. Это могут быть как и ваши друзья, так и любые пользователи Google Stadia. В целом, это достаточно приятная и удобная фича. Проблема будет разве что в том, что большинство ваших знакомых и друзей не пользуются Stadia. Но это уже совсем другой вопрос. Intel купила облачный сервис Vortex. У одного из крупнейших производительных процессоров появился свой – облачный гейминг. Американская компания Intel приобрела польскую компанию Remote My App. Сумма сделки неизвестна. У Vortex было до этого все неплохо. Поляки осваивали новые рынки и, в частности, запустились с партнерами в Индонезии. Недавно получили 2 миллиона евро инвестиций от Deutsche Telekom. А теперь по меркам стартапов и вовсе сорвали ва-банк. Представитель Intel заявил, цитирую, Мы приобрели компанию Remote My App из-за ее команды дизайнеров и инженеров облачных сервисов. И мы рады приветствовать команду Remote My App в Intel. Компания продолжит поддерживать ключевых клиентов Remote My App в соответствии с их контрактами. Главным продуктом Remote My App был и остается облачный игровой сервис Vortex. Стоимость месячной подписки на сервис стартует от 10 долларов. В эту стоимость входит 50 часов и доступ к 76 играм. В каталоге сервиса присутствуют такие хиты, как Fortnite, GTA V, League of Legends. Работает Vortex на мощностях облачной инфраструктуры IBM Cloud. В телевизорах LG появится приложение GeForce Now. LG Electronics анонсировала партнерство с Nvidia, в рамках которого на некоторых моделях телевизоров южнокорейской компании с поддержкой Smart TV появится предустановленное приложение GeForce Now. Бета-версия GeForce Now для операционной системы WPS, именно она используется на телевизорах LG, появится в магазинах приложение LG Content Store уже на этой неделе. Загрузить приложение пока смогут только владельцы телевизоров 2021 года. Поддерживается устройство с такими экранами. Для игры также необходим геймпад, способный подключаться к телевизору. В рамках беты заявлено качество стриминга в разрешении Full HD с фреймрейтом до 60 FPS. Приложение работает в том числе и в России. Старший вице-президент LG Electronics прокомментировал эту ситуацию так, цитирую, владельцы телевизоров LG будут впечатлены качеством игр на больших экранах. Партнерство с Nvidia это хороший способ продемонстрировать впечатляющие игровые возможности наших телевизоров под управлением WPS. Ну и стоит упомянуть, что помимо GeForce Now в телевизорах LG обещают добавить еще и Google Стадию. На этом новости в мире облачного гейминга на сегодня подошли к концу. Ставь лайк и подписывайся на канал, потому что новости облачного гейминга здесь выходят регулярно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok